Диего Веласкес 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 В свой портрет тому времени изображение Гонгоры уже видел и сам король Филипп IV. Ему понравилось настолько, что он приказал брату уступить очередь пассирования. Вот так Веласкес наконец получил возможность показать себя. Вследствие первой встречи с королем было получение Веласкесом приказа в октябре 1623 года переселиться на жительство в Мадрид. И он был назначен придворным живописством вместо умершего Вильян Драндо. С жалованием в 20 дукатов в месяц, не включавшим в себя будущие гонорары за картины. Кстати, эти гонорары увеличивались впоследствии. Быстрая карьера Веласкеса вызвала негодование и зависть среди соперников художников Винсента Кардуччи и Эухенио Кахиса, которые обвинили Веласкеса в том, что тот способен правильно нарисовать только голову. Был объявлен конкурс, конкурсное соревнование между Веласкесом и еще тремя художниками – Кардуччи, Кахисом и Анхелом Нарди. Победителю представлялось право нарисовать картины в Большом главном зале Королевского дворца в Мадриде на тему изгнания мавров из Испании. В результате победил эскиз Веласкеса. В 1627 году Веласкес вступил в должность, представленную выигрышем в этом конкурсе, с годовым окладом 350 дукатов. А с 1628 года, через год, занял при дворе вакантное место умершего придворного художника Джеймса Марана. Главной задачей придворной живописи было создание портретов королевской семьи и картин для украшения королевских покоев. Веласкес также имел право принимать частные заказы, но после переезда в Мадрид ему было рекомендовано писать только влиятельных персон королевского двора. Вскоре Веласкес отправился в путешествие по Италии. Это было в 1629 году. Главную цель своего путешествия он заранее определил как совершенствование профессионального мастерства и желание поработать с пейзажами. Ознакомился с творением великих итальянских художников, которые оказали заметное влияние на живописца. Его стиль стал более свободным и блестящим. Колорит менее темным в тенях и передающих натуру в ярком освещении. Действительно, если сравнить картины раннего и позднего художника, это явно чувствуется. По возвращению в Испанию Веласкес был назначен гофмейстером королевского двора, а через несколько лет получил почетное звание гардеробмейстера, то есть стал ведать гардеробом одежды царствующих лиц и особ царской фамилии. В то же время, примерно, Филипп IV поручил живописцу руководство оформления интерьера нового королевского двора в Буэн-Ретиро. Художник не только руководил работу, но и сам принимал активное участие в оформлении дворца. В 1642-1644 годах художник сопровождал королев в его походе на Арагон и вскоре получил звание администратора королевского двора. Через несколько лет Веласкес совершил второе путешествие в Италию. На этот раз его поездка осуществлялась по приказу короля с целью приобретения для королевской коллекции шедевров итальянской живописи и античной скульптуры. В Ватикане Веласкеса принял новый папа римский Иннокентий X, который заказал художнику свой портрет. Картина, от которой художник поработал три месяца, в результате ошеломила весь мир. С нее было сразу сделано несколько копий. Сам же папа, увидев портрет, воскликнул «Слишком правдиво» и наградил художника золотой цеплью и папской медалью. Живописец был избран членом Римской академии. Естественно, на него посылось множество других заказов. Но, однако, художник был вынужден вернуться в Мадрид, так как король торопил его с возвращением. По возвращению в Мадрид художник, находясь под впечатлением от работы итальянских мастеров, создал целый ряд подобных картин, заслуживающих одобрения самого короля, которые украсили стены дворца. Однако, до наших дней они не сохранились. В 1659 году король произвел Веласкеса в рыцаре ордена Сантьяго. Орден Сантьяго – это католический военный орден, основанный в Испании около 1160 года, назван в честь святого, покровителя Испании. Кстати, действует по сей день. И последним событием, в котором Веласкес принимал участие, стало устройство брака между Людовиком XIV и старшей дочерью Филиппа IV Марии Терезией, заключенного в честь Пиренейского мира. Церемония бракосочетания состоялась на острове Фазанов, посредине реки Бидасоа. Художник вернулся в Мадрид, после этого охватила лихорадка. Несмотря на усилия королевских врачей, на 62-м году жизни Диего Веласкес скончался. Он с почестями, которые были положены рыцарю, был похоронен в мадридской церкви Иоанна Крестителя, где восьми днями позже была похоронена и его жена Хуан. Надо сказать, что во время наполеоновских войн в Испании и церковь, и могилы были уничтожены французами. Ну вот так немного кратенько о знаменитом художнике Диего Родригес де Сильва Веласкес, представитель мадридской школы времен золотого века испанской живописи. Придворный живописец короля Филиппа IV, главным девизом которого было предпочитая быть лучшим в изображении в родство, а не вторым в изображении красоты. Ну вот и все. Всем пока, всем привет. Посмотрите, пожалуйста, картины, которые мне удалось вытащить из интернета. Все. Всем пока, всем привет. Узнали о Диего Родригесе. Пока-пока. До свидания.